Вылечит ли Лукашенко? Мы находимся на четвертом или пятом месте в мире по численности врачей. Заявил на днях председатель Гродненского облсполкома, бывший министр здравоохранения Владимир Караник. За пять лет количество врачей на 10 тысяч населения в Гродненской области выросло с 57,5 до 58. В соседней Польше это показатель находится на уровне 24-25. Среднее показатель Евросоюза 28-30. Поэтому 58 врачей на 10 тысяч населения, это по этому показатель, по-моему, четвертый или пятый в мире. Бывший глава Минздрава Караник сделал свой вклад в раскручивание пропагандистского маховика, сфальсифицировав статистику и поставив Беларусь в лидеры мировой медицины. А для нас это повод рассказать беларусам о реальном положении дел и опровергнуть очередную фальсификацию режима. В этот раз в отношении здравоохранения. Сегодня мы поговорим о медицине. Метод Караник. Именно так окрестили специалисты недавние высказывания бывшего главы Минздрава. Поскольку решить проблемы в сфере медицины так называемым властям не удается, Караник решил оказать посильное содействие и изобрел свой уникальный и перспективный для беларусской пропаганды метод. Он сравнил сегодняшние цифры, которые дает Белстат, с количеством врачей в Польше в 1996 году. Вооружившись лучшими практиками беларусского центра избиркома, Караник решил слегка занизить даже цифры середины 90-х. По подсчетам Караника в Польше приходится всего 24-25 врачей на 10 тысяч жителей. Но незадача. Похожий показатель в 23,7 врача был зафиксирован в Польше 28 лет назад, в далеком 1996 году. А по самым свежим данным из отчета Всемирной организации здравоохранения за 2023 год в Польше насчитывается 37 врачей на 10 тысяч человек. При этом фонд медицинской солидарности, основанный для помощи беларусским медикам, пострадавшим от репрессий, обращает внимание на то, что прежде чем радоваться этим цифрам вместе с Владимиром Караником, следует учесть, что даже они фальсифицируются. Иногда в число практикующих врачей записывают всех работников здравоохранения, включая сторожей и буфетчиц, занятых в организациях Минздрава. Журналисты издания «Зеркало», проанализировав метод Караника, отметили, что с такой методикой чиновники и пропаганда вскоре смогут заявить, что Беларусь по размеру валового внутреннего продукта на душу населения 7888 долларов в 2022 году уже обогнала США 7801 доллар. Правда, таким показателем США был в 1975 году. Но все же, кажется, что метод спекуляции цифрами для режима совсем не новый. А вот реальный рейтинг беларусской медицины совершенно другой. В начале мая был опубликован мировой рейтинг систем здравоохранения Health Care Index за 2024 год. Беларусь в нем расположилась на 88-м месте из 94-х. Беларусь оказалась единственной страной Европы с индексом здравоохранения менее 50 баллов, самым низким в регионе. Тема социального государства, частью которого, безусловно, является сфера здравоохранения, один из приоритетных нарративов пропаганды режима Лукашенко. На этой важной теме режим неоднократно спекулирует, выставляя желаемость действительная, но при этом он допускает принципиальную ошибку. Вместо реального повышения эффективности медицины в Беларуси, режим стремится сделать пропагандистскую ауру уникального положения врачей в Беларуси, которым завидует чуть ли не весь мир. Но вернемся к фактам и проанализируем. Какие перспективы строит режим Лукашенко для системы здравоохранения? И существенный аспект в этом вопросе – количество специалистов, которые будут работать в сфере медицины завтра. Мотивирована ли сегодня молодежь в Беларуси идти в медицину? Будет ли пополняться система здравоохранения новыми кадрами? Отыскать ответ на эти вопросы нам поможет новая редакция закона о здравоохранении, опубликованная в ноябре прошлого года. Среди нововведений закона, в частности, увеличение сроков обучения в ординатуре и длительности отработки после ее окончания. Срок отработки вырос с двух до пяти лет, в том числе для будущих специалистов, которые обучаются заочно. А за уход с учебы в ординатуре или при отчислении врачу придется возместить затраты на обучение более чем в двукратном размере. Система распределения медиков, как и многих других молодых специалистов, усовершенствованная схема рабства. И это не создает предпосылок для увеличения количества врачей в стране или повышения качества медицины. Закончив обучение в ВУЗе и ординатуре, выпускники, попавшие по распределению на отработку в условную поликлинику на низкую зарплату, особенно на старте, по сути попадают в рабство. Зарплата не позволяет собрать достаточное количество средств на возмещение обучения в случае увольнения. И специалисты оказываются привязаны к рабочему месту, не имея права выбора. Будут ли замотивированы специалисты эффективно работать, не имея выбора? Будут ли такие условия стимулировать поступление в медицинские ВУЗы абитуриентов, имеющих все шансы попасть в рабские условия на пять лет? При том, что по результатам распределения есть высокий риск работы в регионах с большой нагрузкой и небольшой зарплатой? Или же такие решения способствуют тому, чтобы абитуриенты принимали решение о поступлении в зарубежные ВУЗы? И в этом аспекте уже есть свои результаты. По данным Фонда медицинской солидарности, в 2022 году только на рассмотрении Минздрава Польши находилось более 3000 заявок от белорусских медиков, которые хотели получить разрешение на работу в этой стране по специальности. А встречали ли вы в Беларуси медиков из Польши? Эти цифры – результат политики режима Лукашенко и его ручного Минздрава. Проблему нехватки медицинского персонала в больницах, поликлиниках, учреждениях здравоохранения диктатор предлагает решать увеличением нагрузки на врачей. Нет, нет не созданием благоприятных условий для прихода квалифицированных специалистов сферы медицины, а увеличением нагрузки на и так перегруженных специалистов. Ну, конечно, Караника надо лечить лучше, потому что он отвечает за целую область и так далее. Говорят, того не хватает, этого не хватает, врачей не хватает, медсестер. Слушай, у нас всего хватает. Только у нас некоторые категории, в том числе врачи, хотят работать как у нас, а жить как на Западе и получать большие деньги, как в Америке еще где-то. Так они сутками работают, особенно молодежь. Это я знаю точно, сутками работают, но и они и зарабатывают. А у нас там полтора человека не хватает, катастрофа. Какая катастрофа? Пусть врачи работают. Какая катастрофа? Пусть врачи работают. Именно такое отношение у Лукашенко к врачам, медсестрам, санитаркам. Хотите заработать? Работайте не на ставку и даже не на полторы, что сплошь и рядом уже, а на две, на три и без выходных, без отдыха. Раздевайся и работай. Помните это любимое выражение диктатора? Скоро, наверное, врач будет в одном лице и медсестрой, и санитаркой. И это считает нормальным главный хоккеист страны. Только у него будут особые врачи. А здоровье самих медсестер, самих врачей и санитарок, как и в целом здоровье белорусов, его не волнует. Отдельное направление риторики Минздрава – санкции от недружественных, как они говорят, стран, которые так мешают развитию медицины в Беларуси. Заметьте, не режим не справляется, а враги мешают. Чиновники Лукашенко продолжают добиваться отмены западных санкций в отношении режима, мотивируя это в том числе тем, что они наносят существенный ущерб в сфере здравоохранения. Но это тоже является лишь очередной ложью режима. Важно отметить, что на продажу Беларуси медицинских препаратов ни ЕС, ни США никаких санкций не вводили. Напротив, в решениях о принятии ограничений особо отмечается, что запреты не распространяются на медицинские изделия и лекарства. А по статистике Евростата Беларусь за последние 8 лет ежегодно увеличивает закупки европейской фармацевтической продукции. Этот факт опровергает заявление нелегитимных властей о невозможности закупки необходимых медпрепаратов. Система здравоохранения Беларуси – важнейшая сфера социальной политики государства. Именно от того, как работает здравоохранение в стране, зависит продолжительность жизни населения, наше здоровье, здоровье наших родителей, бабушек и дедушек, наших детей, будущего нашей страны. И белорусские медики – гордость страны. Многочисленные исследования в сфере медицины, самоотверженная работа на благо белорусов, тысяч представителей сферы здравоохранения повлияла на то, что в Беларуси проводятся уникальные операции. Но есть существенная проблема. Это происходит не благодаря, а вопреки политике режима. И вместо того, чтобы улучшать реальное положение дел, чтобы создавать условия для привлечения в систему здравоохранения специалистов, режим лишь усиливает пропагандистскую риторику и пытается на словах не делом объяснить медикам, как им хорошо живется. Именно режим создает все условия, чтобы у врачей было больше работы. Ситуация с коронавирусом, отношение к нему со стороны властей – тест, который вынудил систему здравоохранения Беларуси работать на износ. Политика, благодаря которой пострадали или лишили жизни десятки тысяч человек. И эти жизни тоже на счету режима. Еще один тест прошла система здравоохранения в 2020 году, когда медики в Беларуси столкнулись с беспрецедентной волной жертв насилия. Лишь несколько тезисов из резолюции Совета по правам Человека ООН о положении в области прав человека в Беларуси за 2022 год. Зафиксирована широко распространенная практика применения светошумовых гранат против демонстрантов. В ряде задокументированных случаев силы безопасности бросали или запускали светошумовые гранаты прямо в людей, нанося им серьезные, опасные для жизни травмы. Травмы, полученные в результате применения силы, включали гематомы на туловище, ягодицах и задней поверхности ног. Травмы головы, такие как ушиб мозга, сотрясение мозга, травматические раны, переломы и ожоги, перфорации, барабанные перепонки в результате акустической травмы и травмы глаз. Более тяжелые травмы включали множественные повреждения органов, полученные от стальных пуль с резиновым покрытием, и повреждения внутренних органов, вызванные осколками, осколочно-фугасных гранат и ожогами, полученными в результате взрывов. И таких фактов огромное, огромное количество. Белорусские медики спасали жертв режима, которые выступали против насилия в стране. Некоторые из медиков вследствие сами были вынуждены покинуть Беларусь, подвергшись преследованиям. И возникает логичный вопрос. Так заботятся ли власти о системе здравоохранения и о здоровье беларусов? Так волнует ли режим, социальная политика государства? Так волновали ли Лукашенко и скалеченные беларусы, ставшие жертвами режима? Увы, уважаемые беларусы, ответ на этот вопрос очевиден. Лукашенко волнует только собственное здоровье и здоровье приближенных к нему людей. И только о нем, а не о здравоохранении населения он готов заботиться. А все остальные вопросы, по мнению Лукашенко, сможет решить пропаганда. И построить действительно социальное государство с сильной системой здравоохранения можно будет лишь тогда, когда режим Лукашенко будет устранен. Продолжение следует...